Привет, чемпионы! Сегодня мы поговорим про прогресс. Какой он бывает и всегда ли прогресс это рост результатов по времени? Или в плавании есть какие-то другие прогрессы? Давайте начнем с первого. Первый это рост результатов по времени. От чего он зависит и что влияет на то, что вы стали плыть быстрее? Ну, возьмем вашу коронную дистанцию. Какая коронная дистанция, я думаю, вы легко определите. Это та дистанция, которая вам нравится и ту, которую вы плавали больше всего. Предположим, коронная ваша дистанция это 1000 метров. Если мы говорим о любителях плавания и если взять профессионалов, то это полуторакилометровая дистанция. Вы ее плаваете часто, вы знаете, что вы достаточно выносливы для того, чтобы плыть равномерно, проходя все отрезки каждую сотню, так, чтобы у вас конечный итоговый результат был максимально высокий. Так ли это? Если нет, тогда пора задуматься. Если вы неровно проплываете дистанцию, то есть условно быстро начинаете и потом к концу начинаете чуть-чуть затухать, значит, вы неправильно раскладываетесь, значит, и ваш результат не будет расти, если вы не сможете четко, ровно сделать так, чтобы выложиться к концу дистанции, так, чтобы ваша скорость осталась постоянно быстро равномерной. То есть мы поняли, что первое, от чего зависит хороший прогресс, это умение разложиться по дистанции так, чтобы реализовать весь свой потенциал, равномерно проплыв каждую сотню, не считая первой и финишной. Самый простой совет, как это сделать, не углубляясь в подробности, это постараться на тренировках разложить свою коронную дистанцию на отрезки и плыть так, чтобы каждый отрезок был равномерно быстрый. Но, либо с прогрессией. И обычно начинает плавательный сезон с коротких отрезков, потом уменьшает режим отдыха, потом эти отрезки немножко слепляет, чтобы получились чуть более длинные отрезки, и потом в конце концов мы приходим к тому, что уже умеем плыть в вашу коронную дистанцию и поддерживать нужную нам быструю скорость. И с первого плавно перетекаем в то, что ваша функциональная система, то есть способность организма переваривать нагрузки, она вытекает из первого. Это способность равномерно проходить вашу дистанцию. Когда вы плаваете рабочие тренировочные серии, то и ваша функциональная система тоже тренируется, и по сути это два взаимосвязывающих звена одной цепочки. Это умение разложиться по дистанции и, соответственно, тренировочные серии, которые готовят вас к нужному результату. Вот функциональная система не допускает пауз, то есть не должно быть такого, что вы плавали-плавали, набирали форму, а потом бац и поехали на неделю где-то отдохнуть или заболели. Сразу идет откат. Или функциональная система не любит, когда вы начинаете дергаться, то есть условно вы не готовы еще переваривать большую мощную нагрузку и пытаетесь лезть в высокие пульсовые зоны, заплавывая на быстрой скорости, на высоком пульсе ненужные метры. Постепенность здесь тоже играет ключевую роль. А к третьему фактору, который влияет на рост ваших результатов, отнесем мышцы, антропометрические данные и их свойства. То есть мышца должна быть выносливой, если это длинные дистанции, эластичной, ваши суставы должны быть подготовлены, связки подготовлены, переносить нагрузки. Ну и если вы набираете функциональную форму, то есть ваше сердце готово переносить нагрузки, а мышцы либо опорно-двигательный аппарат не могут, условно у вас травма какая-то, то это будет выступать ограничительным фактором в прогрессе. Здесь совет посмотреть, если вы плывете достаточно комфортно, у вас пульс низкий, вы не задыхаетесь, но болит плечо, или мышцы уже отказывают, значит проблема в мышцах. Значит нужно либо работать над укреплением опорно-двигательного аппарата, у нас есть, кстати, видео по работе с резиной для связок, либо если мышца еще не готова переваривать эту нагрузку, то делать, если вы плаваете длинные дистанции, делать многоповторку, чтобы мышца быстрее вошла в тонус и смогла переваривать длинные, хорошие нагрузки с полной функциональностью. Четвертый, конечно же, камень преткновения у большинства пловцов, особенно любителей, это техника плавания, поэтому мы на нашем канале уделяем ей очень много времени. Если вы плывете с большим сопротивлением, если вы плывете так, что ваши ноги тонут, либо вы неправильно делаете вдох, неправильно гребете руками, сочетание работы руки-ног, то есть ноги работают вообще отдельно от рук, без, как видимого, сочетания импульса, то плыть вам гораздо тяжелее. Вы тратите много усилий, плывете медленно, да, функционалку вы тренируете, да, может быть, ваши результаты растут, но техника, если является ограничительным фактором, то рост результатов в какой-то мере прекратится. Ну и пятое, самое интересное, если вы плаваете на соревнованиях на открытой воде, то все четыре вот этих фактора, влияющие на рост результатов, могут быть просто списаны, если у вас нет опыта плавания на открытой воде, если вы не знаете нюансов, моментов ориентирования, прохождению буев, драфтинга, выбора очков, подъема головы и так далее. Очень много ключевых моментов, которые влияют сильно на ваш рост результатов. Поэтому вот здесь можно и нужно прогрессировать, если вы хотите выступать на соревнованиях на открытой воде и готовить это нужно максимально заранее. Кстати, мы подготовили все знания свои, уложили в курс по плаванию на открытой воде, по ссылкам в описании вы его найдете. И вот это пятое очень сильно сказывается на ваших результатах. Вот пять факторов, которые влияют на ваш прогресс. Если вы знаете какие-то еще, напишите в комментариях. Если по какой-то причине ваш рост результатов замедлился или вообще остановился, вы должны сделать паузу и подумать, какой из этих пяти перечисленных факторов мог повлиять на то, что ваш прогресс встал на месте. Да, и самое важное и интересное, если вы любитель плавания, вам больше 30, 35 или 40 лет и вы хотите продолжить прогрессировать, то вам следует подумать все-таки о технике плавания, потому что это является основной причиной остановки результатов. Ведь можно плыть гораздо экономичнее и быстрее, тратя на это минимум усилий.